Насыщенная разминка с гирями, серия заданий главного тренера нашей команды Василия Грищенко. Тяга штанги, подъем гантели, правильные нагрузки, разные снаряды, передовые упражнения. Мощная силовая подготовка, стержень в успехах наших стронгменов. А мячи отлично выступили в атлетическом блоке программы Арнольд Классик. Лидер нашей команды Михаил Шевляков поднял 426 кг в становой тяги. В споре профессионалов Евгений Марков выступал в категории любителей. Отличился в подъеме специальной трудноложащейся на плечо 95-килограммовой гантели. Сделал 9 подъемов за одну минуту. Подстроился максимально идеально благодаря Василию Грищенко. Он помог определить баланс этой гантели и максимально выстрелить, ну и получить максимальное количество повторений. Развить успех помешали мелкие нюансы. По словам Василия Грищенко, Михаил Шевляков показал отличные результаты. Серебро в подъеме природного камня, третье место в метании мешков с песком. На финише на выступление Михаила сказалась недавняя операция на плече. Спортсмен отказался от выступления в упражнении ось Аполлона, но основные соперники тоже не справились с заданием. Решающим моментом стало выступление в тяге. Рекорд в тяге 426 килограмм. Вы видели все это. Поборолся очень мужественно. Многие переживают, что там кровь и так далее. Но это, скажем так, давление и капилляры близко расположены. Из этого пошла кровь. То есть была борьба. Была борьба именно на пределах. Это понятно. Потому что тяга становая решала все. То есть не потянул бы Михаил, может быть и не было бы третьего места. Потянул, третье место у нас. Это круто. Евгению Маркову немного не хватило скорости. Спортсмен успешно выступил во всех упражнениях. Выиграл у соперника в силовом блоке. Буквально перед стартом организаторы увеличили число темповых упражнений. И Евгений немного уступил основному сопернику в эстафетах. Второй год к ряду завоевал серебряную награду. Вернувшись в Россию, Евгений на кураже установил новый рекорд страны в поднятии камней Атласа. В течение двух минут наш силач толкнул с 10 шаров весом от 120 до 221 килограмма. Набрав в сумме 1638 кило, этот результат близок к мировому достижению. Ко мне прогресс пошел хорошо очень в то, в прошлом году. Я прогрессировал немало, как бы сказать, а почти шел на мировой рекорд. Думаю, в этом году постараюсь его установить, побить этот мировой рекорд американцам. Еще Евгений пообещал выиграть следующий турнир на призыв Шварценеггера. Мечтами о главном состязании сильнейших стронгов планеты живет и Лейла Амербекян. Чемпионка России завоевала путевку на Арнольд Классик. В США они выдали визу спортсменке. Лейла болела за наших атлетов во время трансляции. По словам Мишки, у нее появилась дополнительная мотивация. На тренировке Лейла потянула штангу весом в 130 кило. Все переплеснули позитивные эмоции именно от выступления наших мужчин. Они выступили очень достойно. Я болела за них и надеюсь, что на следующий год обязательно выступлю с ними. Новое мощное соревнование у наших атлетов буквально через несколько дней. Все сильнейшие выступят во всероссийском соревновании. Кубок сильнейших, который пройдет в Оренбурге. Владимир Ростовин, Максим Мартынов. Антенна СИИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...